и наконец таки третий случай третий случай связан со спиной и я эту тему для себя очень хорошо прошел потому что на практике все это у меня было в первую очередь я тяжелой атлетикой занимался подумал профессионально мастер спорта это вот вам не какие-то там 60 80 или там 100 120 килограмм а это идут веса 180 220 килограмм вот такие вот и не просто не там тянутся как правило надо подбросить для того чтобы они за счет инерции полетели вверх а вы уже дальше подседали и ловили там их и фиксировали вот это огромная нагрузка одно дело когда ты тянешь но грубо говоря там 200 килограмм это чувствуешь тянется а другое дело когда ты еще ускорение этому весу создаешь а это уже на межпозвоночные диски нагрузка килограмм 400 если не больше вот то есть это очень хорошо прошел у меня и травмы были травмы залечил и вот сейчас на седьмом десятке оказывается проблемы со старостью совсем иного порядка если там просто что-то там но грубо говоря травмировалась там это все закачалось зажило то сейчас сейчас оказывается в результате нашей жизнедеятельности в мышцах накапливается мышцы представьте это холодец который должен быть жиденький такой да мы мышцы суда раз жали они сократились сюда раз здесь расслабились здесь же а когда мышцы теряют свою эластичность и накапливается вниз в них такой несвойственный им субстрат из жидкого холодца они превращаются уже в такую студень загустевший и ты только так вот ап наклонился они сжались это называется закусило а назад не разжимается то есть нету эластичность они потеряли частично это решают растирки вот различные жучие почему их применяют раз потерли кровообращение улучшилось там значит холодец этот размягчился и вроде отпустила а если вы где-то были там допустим шею просквозила так шею просквозила что получилось потому что этот холодец жидкий превратился в более твердый студень и зажала мышца мышца зажалась и не отпускается вот почему такого зажала отпустили отпустила закусила и применяются растирки здесь более там сложно а вдоль позвоночного столба значит у нас расположены мышцы причем мышцы те которые большие осуществляют движение это одно с ними редко что происходит ну но и с ними происходит но самое главное тем мышцы которые расположены между вот этих вот позвонку которые которые удерживают позвоночный столб вот в этом правильном положении положение понимаете они поддерживают положение чтобы оно было такие статическим усилия применяются тогда и вот именно они то из-за того что постоянно они напряжены вот там то и происходит вот эти различные вещи накапливается значит субстрат который делает их менее такими эластичными и вам достаточно даже просто вот такой там какой-нибудь позе в одной позе посидеть грубо говоря там смотря кому сколько кому то потребуется два часа посидеть кому то час кому то 15 минут а кому то даже 5 минут и даже меньше будет достаточно для того чтобы из-за вот а вот этого потери значит нормальный характеристик мышца просто напросто сжалась и не разжалась это мы называем закусила то есть появился спазм и пока мы его не распустим толку не будет этот спазм приводит к тому что он два позвонка так вот сдавил несколько в сторону и уже начинает лезть межпозвоночный диск куда-то как как знаете вот косточки вишни придавливаешь на как щелкнет так очень нечто такое получается что он начинает уходить туда в сторону что надо делать надо работать над тем чтобы вот этим мышцам придать нормальные характеристики и тут знаете вот в свое время когда у меня такие были случаи кто только меня не лечил спину ой я пальцем не хватит ни на руках ни на ногах и еще у у трех четырех человек не хватит сколько мне в спину управили так делали так далее так далее пока буду это до меня не дошло вот это вот все и я самостоятельно не не взялся за эти вещи значит что было закусила спину я поголодал голодание способствует тому что она восстанавливает эластичность мышц шлаки уделяется и все нормально думаю почему голод так вот влияет почему он влияет оказывает именно с одной стороны он способствует расслаблению с другой стороны он способствует тому что выводит вот эти все лишние вещества которые у нас застряли в мышцах там в связках и так далее они становятся более эластичными и о ты побежал а потом если ты этот момент не знаю что через какое-то время только хоп опять у тебя накопились эти вещества ты там где-то повернулся или еще что-то прижало вот значит мой 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 родственник по линии сестры ну как бы сказать родственник не мой родной а по линии сестры это там ну поняли вот у него со спиной и он туда ходил сюда ходил так сяк и вроде бы легче вот мне когда было трудно и там что-то там я там делаю а так далее а а мне сообщили а а вот там допустим уже он он уже пошел сделали там форес морес еще какие-то процедуры вот ну хорошо я выкарабкался потом слышу а его прихватило я выкарабкался все значит у меня нормальненько все там занимаюсь хожу на а его еще сильнее прихватило потом слышу уже идет речь о том что он просто напросто ночью не может спать из-за боли в спине и уже собирается сделать какую-то там операцию по этому чтобы это узнает насколько она там эффективно неэффективно но естественно от это все стоит денежки но по квоте бесплатно по квоте сделают и пока оставим моего родственника он значит находится в замешательстве я совсем недавно был в Москве и возвращался в вагоне с мужчиной помладше меня ему где-то лет сорок пять сорок семь он сказал он военный он еще так побольше меня сам спортсмен хорошо там и разряд у него такой же мастер спорта и он там завоевал все такие дела вот любит спортом заниматься и раздается телефонный звонок и что-то там как раз спрашивают он на самом деле ехал из госпитале где ему лечили спину и вот он рассказывает так так говорит значит что ну что там у тебя сделали 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 укол что-то внутрь позвоночника чуть ли не не куда-то туда я понял внутрь позвоночника сделать потом обкололи здесь вот ну и вот вроде как более-менее я еду там домой а я еще до этого на передаче малахов плюс приходил такой можно сказать маститый профессор и как раз разбирались вот эти боли в спине что там делать как там лечить он ничего не помогает значит делаем обкалываем все это дело если уже растирки не помогают обкалываем обезболиваем а если и это не помогает то тогда мы перерезаем нервные окончания для того чтобы не было боли и все по интернету я видел такую значит операцию показывали что там разрезает вот значит межпозвоночный диск один вот это нет позвонок один поверхность позвонка друга здесь находится значит межпозвоночный диск значит его удаляет тут расширяет здесь значит поверхность срезали здесь срезали что-то там добавили потом новый значит межпозвоночный диск бах какой-то такой и все это там зашили все нормально все это самое либо значит шурупами сделают так чтобы диски не не плющились то есть такая операция я тогда на него посмотрел думаю ну какой то знаешь вы знаете возникло такое вот внутреннее негодование разве можно так человеку относиться и больше ничего не видеть не искать ведь у меня столько было всего но я там смотрите я и хожу я там и гиди поднимаю до сих пор и и нормальненько все это так вот вернемся к тому мужчину с которым я ехал в купе вот это он проговорил я набравшись смелости представили представился ему знаете вот я такой-то 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 передачи вот то что я услышал это конечно ужасная вещь и в дальнейшем в дальнейшем будет если вы сами не возьмете за эти дела и не начнете работать над собой вас просто напросто ждет инвалидность вот он говорил ну вроде как тот профессор который что-то там ему делал он вроде так и говорил и советовал но ему сам виноват заболела спина до этого и он как раз делал вот такую вот операцию о которой я только что рассказал то есть подточили эти позвонки что-то там залили каким-то там составом вставили новый межпозвоночный диск говорит в начале было хорошо то есть в течение первого года когда это все сделали все думаю доволен а потом понимаете вот мы думаем думаем что если вот так вот сделать организм это все как-то примет но организм это совершенно иное образование и к нему надо относиться совершенно иначе то есть он система самовосстанавливающейся ему надо создать условия для того чтобы он сам восстановился а если эти условия не создаются а просто то что поломалась ему заменяют да она будет дальше ломаться и теперь все хуже хуже и хуже и наконец таки вот обезболивающие и и все то есть человеку еще полтинника нету а у него уже со спиной все понимаете он может пойти на инвалидность и вообще грубо говоря потерять подвижность из-за того что такое делается и это считается нормальное лечение что что за лечение почему не изучается совсем иные механизмы восстановления человеческого организма зачем что-то там менять буквально как вчера я вижу достижение отечественные отечественной медицины куча этих различных аппаратов что-то мерить что-то там такое мониторы кругом так далее куда-то там смотрят иначе что там они говорят что же они говорят что вот у человека а тахикардия тахикардия вот сердце бьется неровно а та 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 потом пом 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 та 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 пом 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 и значит вот они исследовали говорят якобы в сердечной мышцы появляются какие-то клетки которые вот не свойственно себя там ведут вот их надо как-то там удалить и они создали такой прибор который видит эти клетки и выщипывает их значит и вот богат из мышечной ткани сердца и она тогда работает там лучше я думаю ну вот это вы даете а почему возникает тахикардия то есть причины ее возникновения может повлиять на причины человек там допустим понервничал человек не может расслабиться что-то еще может быть инфекция у него какая-то есть еще 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 что-то что привело к тому что допустим даже если взять вот этот их случай привело к тому что вот эти клетки как-то там переродились или еще что-то там сделали такое и перестали как бы сказать нормально слышать импульсы идущие на управление сердце и тарахтят не так как надо может вот так вот пойти нет мы значит через венку засунем вам какую-то штучку через которую мы будем и видеть где эти клетки находятся и щипалку которая будет щипать их и все это восстанавливается и вы побежите уже грубо говоря на следующий день здоровыми так если причина не устраняется а где гарантия того что это не возникнет у вас вновь то есть какое-то лечение понимаете такое ну будем говорить вот такое слово есть гуманизм да любовь к человеку когда ты хочешь действительно он к тебе пришел страдались а ты ему ему помог рассказал от чего это возникает научил как с этим бороться и пошел дальше уже человек осознанно понимая что такая у него особенность есть он осознанно либо будет себя разрушать ну допустим некоторые как курили так и будут курить да режут ноги ну и режут там от тромбофлебита а я все равно буду курить да либо он изменится когда ему боль прижмет когда вот это все и он все-таки изменится и станет совершенно на другой путь нежели бездумно вот это что-то там ему сделали и сказали да ты давай дальше как ты там допустим курил выпивал там лежал чем-нибудь объедался и продолжать так делать мол придешь мы еще тебе отщепим что-нибудь да побеешь либо же заменим любой орган можно сердечко в том числе почки там печеночка и так далее можно восстановить создав правильное условие и человек будет жив здоровый дальше проживет столько сколько ему положено а если он не подумал и думает что человек это машина в которую одну запчасть вынимаем другую вставляем да и и дальше буду сжигать как и жал на хреновом топливе не не разбирая дороги и прочее прочее толку не будет если вам меняют орган то для того чтобы он не отторгался значит сажают пожизненно на прием таблеток которые подавляют ваш иммунитет потому что иммунитет именно все чужеродное из себя отторгает иммунитета ноль вы продолжаете причина та которая допустим подействовала неблагоприятная на сердце она остается потому что вам никто ничего особо не сказал хотя в некоторых случаях там говорят ну после того как пересадить сердце по квоте потом скажут что надо там допустим берется далее подавление иммунитета любой чих там и сквозняк вы уже заболеете плюс надо все эти лекарства выводить это нагрузка на выделительную систему и получается если вы не захотели над собой работать и быть здоровым то над вами так поработают что дальше изменить уже ничего нельзя а вы будете страдать и страдать из-за того что вовремя не проявили не воспользовались своим главным инструментом умом вот я на эту тему с вами хотел сегодня поговорить там не 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 н вы у Продолжение следует...